Солнце Здравствуйте, дорогие друзья! Всем благословенного дня и нового утра, которое обновляется для нас в лучах солнца, обновляется и в милости Господней, потому что с восходом солнца милость обновилась. И это на самом деле благое для нас послание, что мы, те люди, которые живем и знаем, что солнце не просто всходит на небосклоне, а это знак, знамение для тех, кто знает Бога, что он говорит, а я обновляю милость с восходом солнца. Давид это знал, и поэтому он каждый день начинал с благодарности, с поклонения. Мы не знаем, какие псалмы когда были написаны, но, по крайней мере, если он даже в отчаянные минуты мог прославлять Бога, то тем более, когда он, просыпаясь, мог видеть новый день. Я желаю, чтобы мы с вами могли быть такими людьми, которые никогда не забывают поблагодарить Бога за новый день, поблагодарить нашего Творца за жизнь, за жизнь с избытком, чтобы те события, которые в нашу жизнь приходят, они нас не оставляли на обочине жизни. Потому что даже тогда, когда Давид находится в бегах сейчас от собственного сына, и это не Саул, от которого он бегает, и там ему надо просто, главное, не попасться ему на глаза, а это Сын, который вышел из чресла его, это Сын, с которым у него был конфликт, и вроде бы все решилось, а на самом деле, не убрав корень, вырастают теперь такие последствия. И что мы здесь видим, когда Давид говорит, возвращайся к ковчег завета назад, если Бог будет милости в ко мне, то я к тебе еще приду, я к тебе, у тебя появлюсь. По сути, он расстается сейчас с тем, что для него очень важно. Очень. Это не атрибут священства только. Это для него очень важное место обитания Божьей славы. И он сейчас говорит, пусть останется это в городе, пусть милость Божья останется в городе, хотя он и со мной пойдет. Но ковчег это будет определенным знаком для того, что я сюда имею в виду вернуться. А если он скажет, так, нет моего благоволения к тебе, то вот я, я, пусть творит со мной, что ему благоугодно. Опять же, Давид, с одной стороны, знает, какой его Бог, но в то же время допускает и такую мысль, что если вдруг благоволение Божье ко мне закончилось, то тогда какой мне смысл что-то еще предпринимать? Пусть уже Бог делает, что он захочет. Именно такая позиция Давида, стопроцентного доверия Богу, она так важна для нас с вами сегодня, друзья. Потому что когда Давид понимает, что вне Бога нет его радости, вне Бога нет его самого, потому что он теряет тогда вообще всякий смысл бытия. И поэтому он говорит, если, Господь, пришел момент какой-то расплаты в моей жизни, и на финише пути надо мне что-то пройти, то я доверяю тебе. Если твое благоволение закончилось, ну тогда поступи со мной, как ты считаешь нужным. Вы знаете, меня здесь Давид восхищает, даже больше, чем при благополучных состояниях. Потому что он может вот в эти отчаянные минуты не бросать тень на Бога. Даже тогда, когда в его сознании появляются мысли, несправедливые в отношении Бога, потому что Бог свое благоволение не перекрыл для Давида, но у него продолжается упование на него. Вот это удивляет каждый раз, когда смотришь, насколько этот человек был полностью посвящен небесам. И поэтому сегодня, когда люди из-за малой, может быть, какой-то неточности, как им кажется, ответа на их просьбы, начинают возмущаться и говорить, ну где же Бог, куда же Он смотрит, где же Его обетование в моей жизни и так далее, не понимая, что все проходит испытание. И все его проходят. И каждому надо достойно его пройти. И достойное прохождение не тогда, когда ты, зажимая зубы, просто молча проходишь, а когда ты в Боге не сомневаешься. Когда ты уверен, что Господь-то точно держит твое жребие в своих руках. И если сейчас непонятные события, то это не значит, что Бог от тебя отвернулся. Это не значит, что Он забыл тебя и вообще не хочет с тобой иметь дело. Небесный Отец, я благодарю тебя за этот пример Давида, когда он мог тебе сто процентов доверять свою судьбу, доверять свою жизнь и знать, что его судьба, она не в руках человеческих, не в руках предательства собственного сына, не в руках каких-либо злопыхателей, она в твоих руках. И я прошу тебя, дай каждому из нас понимать, что мы проходим разные этапы жизни, но ты всегда в бодрости, ты всегда на троне. Я хочу поблагодарить тебя, что твое благоволение неистащимо, даже если кажется, что это благоволение сейчас к нам не повернуто, но ты всегда простираешь жезл благоволения ко всякому, кто молится, ко всякому, кто взывает и кто уповает на тебя. И благослови нас быть в этом числе. Благодарю тебя, Господь, за принятые молитвы. И мы ожидаем твой ответ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»